Новости с Марины Мышко Наконец-то можно будет спокойно проснуться и предвкушать праздник, а не бежать с работы и салат крошить. Президент поддержал, губернатор сделал. 31 декабря в Крае объявлен выходным днем. Придется ли его отрабатывать? Сейчас зима. Сейчас, грубо говоря, ехать в летних ботинках куда-то далеко очень чревато. То есть обязательно с собой надо брать какие-то теплые вещи. В Туре минус 50, в Труханске 45. Лютые морозы вот-вот придут в Красноярск. Причем синоптики ужесточили погодный прогноз. Тут вообще... Нормально, нормально. ЧП в Норильске. При сносе аварийного дома в соседнем жилом выбило стекла. Как такое вообще могло случиться? В Каннске грудной малыш упал с дивана и впал в кому, как врачи трех больниц боролись за жизнь ребенка. Неожиданный подарок к Новому году. 31 декабря в Крае объявлен нерабочим днем. Соответствующий указ подписал губернатор, а буквально накануне идею сделать последний день года выходным поддержал Владимир Путин. Окончательное решение он, правда, ставил за главами регионов, ведь принять нужный закон на федеральном уровне в этом году уже не получится. В целом же, по словам президента, инициатива эта правильная и имеет смысл ее одобрить. Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим днем, отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год. Одним больше, одним меньше, там уже, наверное, не убудет от нас. Но 31 действительно уже там очень своеобразная работа, так мягко говоря, организуется. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать. Интересно, что ранее власти края объявляли 31 декабря как раз рабочим днем. Ведь иначе, вместо привычных предновогодних хлопот и походов по магазинам, в последнюю субботу месяца пришлось бы трудиться. Именно такой график утвердили во многих регионах, например, в ближайшей от нас Томской области. У нас же все будет по-другому. После рекомендации президента в правительстве края нашли выход, чтобы жители могли не работать и 31, и 26. Просто новогодние каникулы начнутся на день раньше. И вот как эту новость восприняли красноярцы. 31, конечно, это такое время, что всем хочется быть дома и успеть вовремя сесть за стол, чтобы, как сказать, чтобы все было готово и на столе было приятно. Поэтому, мне кажется, особенно мужчины так очень будут рады, если их женщины в это время будут находиться дома и заниматься домашними делами. Ну, на самом деле, у меня график такой, что я и 31 работаю, то есть я в больнице работаю. Ну, на самом деле, я считаю, что 31 можно работать. В среднем же рабочий день до 5, до 6, сделать его до 3, до 4 и потом уже идти к семье отдыхать спокойно. У нас за день, за два обычно в офисах или на работах никого нет. А в этот раз, учетом того, что пандемия сильно повлияла на работу, у нас уже с понедельника практически полфермы не работает. Так что для нас это актуально. Праздник, хочется отдохнуть всем. И 31, и 1. Чем больше, тем лучше. Желательно, чтобы еще оплачивалось. Я тоже считаю, что здорово. Наконец-то можно будет спокойно проснуться и предвкушать праздник, а не бежать с работы и салаты крышить. Готовность номер один на Красноярск надвигается по-настоящему лютая стужа. Причем синоптики ужесточили погодный прогноз и, если честно, от него бросают в дрожь. Екатерина Павленко выясняла, куда звонить и к кому обращаться, если в морозы случится беда. Минус 45, минус 50, минус 48. Глядя на эти фото, мороз по коже. Норильск, Туруханский район. Тура погрузились в лютую стужу. Северяне боятся даже нос на улицу высунуть. Занятия в школах уже отменили. Жуткий холод подбирается и Красноярску. Иван утеплил свою ласточку со всех сторон. Говорит, вряд ли рискнет сесть за руль. Критические низкие температуры, конечно, опасны. Потому что, ну, может выдавить масло как из двигателя, так и с коробки. И также все металлические части, ходовые части у машины становятся крайне хрупкие в такие низкие температуры. Ну, просто страшно ехать. Синоптики предупреждают. Погода не пощадит. От уточненного прогноза бросает в дрожь. С субботы на воскресенье столбики термометров опустятся до минус 42 градусов. Такой же будет и ночь на понедельник. Днем градусники покажут 35-37 ниже нуля. Ничего не изменится и за день до нового года. Нам, журналистам, тоже приходится готовиться к морозам. Ведь работаем при любой погоде и даже при минус 40 на улице. Вот так утепляемся. Шапка, варежки и обязательно валенки. Городские службы уже перешли на особый режим работы. Дорожники готовят около трасс пункты обогрева и комнаты, где можно выпить горячего чая, зарядить телефон, если вдруг в поездке из строя выйдет автомобиль. Если машина застряла в кромешной глуши, просят очень четко сообщать координаты. А еще не выезжать в дальний путь налегке. Сейчас зима. Сейчас, грубо говоря, ехать в летних ботинках куда-то далеко очень чревато. То есть обязательно с собой надо брать какие-то теплые вещи, какие-то спички, какие-то розжиги, топоры и так далее. Потому что, на самом деле, сложная ситуация. Особенно если брать те регионы, где интенсивность еще не очень большая, где сами водители друг к дружке не могут помочь в ближайшие 6 часов. Еще один совет не ездить по незнакомым дорогам. Так на днях недалеко от Емельянова автомобилист застрял в сугробе. Решил срезать путь до магазина по полю. Ворос, видимость, станет еще хуже, так что лучше вообще отказаться от путешествий. Тем более, что даже на федеральных трассах не везде есть мобильная связь. Мы прекрасно понимаем, что сейчас именно такой период времени, когда новогодняя неделя остается все меньше и меньше. Люди хотят закупить продукты, приобрести подарки своим родным, близким. И, к сожалению, навряд ли получится избежать полноценно именно передвижений. Как могут люди застрять, так же, если лететь в кювет, либо заглох, машина может замерзнуть. Поэтому обязательно утепляем автомобиль. Если все же попали в беду, запомните номер 112. Впрочем, у красноярцев есть еще день, чтобы подготовиться к холодному удару и скорректировать планы. А вот о севере края морозы стали еще одним поводом пошутить и похвастаться в соцсетях эффектными кадрами. Давай. Давай. Короче, вместе с кружкой, кружкой кипяток от мороза отвалилась. Екатерина Павленко, Иван Дорофеев, Максим Галат, Енисей. Новости. В особом режиме городские службы продолжат работать и в праздничные выходные. Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, кому можно пожаловаться на беспорядок, и как за всем этим будет следить мэр Сергей Еремин. Об этом расскажем в сюжете далее. Этот Новый год будет под грифом «сильнее дома». И это тоже, наверное, неплохо. Уже точно этот Новый год будем встречать дома. А чтобы ничто не омрачило праздник, все городские службы перешли на усиленный режим работы. Сегодня предприятия отчитались о полной готовности. Сформированы графики дежурств, созваны дополнительные аварийные бригады. Следить за работой служб Сергей Еремин будет лично. Сегодня, пользуясь случаем, мэр представил и новую разработку – Центр управления городом. Все оперативную информацию я могу получать прямо в онлайн-вежиме. Теперь мне немного будет легче, не надо будет месседжеров кучу использовать, звонков делать и так далее. Я вижу, если будут понимать, где-то у меня красная зона, то тогда готовьтесь. К работе в Новый год готовы и перевозчики. Автобусы выйдут в ночную смену с половины 11-го, 31-го декабря до двух ночи, 1-го января. Департамент транспорта определил 13 специальных маршрутов, которые пройдут по основным улицам и микрорайонам города. Автобусы на маршрутах будут работать с интервалом 30 минут. Стоимость проезда – городской тариф 26 рублей. Трудиться в праздники придется и дорожникам. Они обещают, что все городские магистрали будут убраны. Особое внимание уделят улицам возле елочных городков. Тем не менее, если вам кажется, что в городе недостаточно чисто, сообщить об этом можно в службу 205 или в свою управляющую компанию. В случае возникновения опасности образования гололеда на основных магистральных улицах предусмотрено патрульное прометание и подсыпка особо опасных участков. Основной задачей при этом является ликвидация снежно-ледяных накатов на перекрестках, теплокамерах и остановках общественного транспорта. Сформирован график и работ поликлиник. Запоминайте, попасть к врачу в новогодние праздники можно 3, 6 и 9 января. Медики будут принимать пациентов с 8 утра до 4 часов дня. Екатерина Любим, Павел Патолицын, Енисей. Новости. Полыхала и дымила с огромной силой. В центре Красноярска огонь уничтожил деревянный жилой дом. Пожар начался в 11-м часу дня. Пламя распространялось быстро. Хозяин едва успел выбежать из горящего здания. На улице он оказался в спортивном костюме и тапочках. Взять теплую одежду и спасти хоть какие-то ценные вещи уже не было времени. Вся двухэтажка была в огне. Пожарные на место приехали быстро. Пламя тушили 10 человек, но спасти дом не удалось. Люди перед Новым годом остались без единственного жилья. Что же стало причиной пожара, еще выясняют дознаватели. Я лежал в комнате, открываю дверь и слышу звук, что горит просто. Подбежаю кухню, а там просто все в огне. Выбегаю и все. В доме я один был, дедушка был в районе дома, во дворе. И все. Отец на работе, он приехал. В районе Норильска КРК, не при сносе аварийного дома, пострадала квартира в соседней многоэтажке. Там выбило окна. И это при том, что в Норильске сейчас ниже минус 40. Тут вообще... Нормально, нормально. О ЧП рассказали сами пострадавшие. Ветхое здание разбирали при помощи тяжелой техники. В какой-то момент осколки полетели в дом напротив. И вот последствия. Разбитые стекла, куски бетона на подоконниках и полу. А вместо окна пустой проем на улицу. Мэрия и подрядчик выехали на место. Как пояснили в администрации, все, что произошло, это случайность. По всем расчетам, стены дома должны были сложиться внутрь. Сейчас жильцов временно переселили в гостиничный номер. В течение трех дней им заменят окна. Пока же в квартире стоят временные рамы, чтобы не перемерзли трубы отопления. Вытащили из комы пятимесячного младенца из Канска. После тяжелейшей травмы головы спасали врачи сразу трех краевых больниц. Малыш упал с дивана, когда переворачивался. Немного поплакал и уснул. Родители забили тревогу, когда сын не проснулся. Хотя его настойчиво будили. Уже в Канской больнице после консультации с красноярскими медиками поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, кома, сотрясение головного мозга и нарушение сознания. На вертолете санавиации ребенка срочно доставили в 20-ю краевую больницу, где работают единственные в крае детские нейрохирурги неотложной помощи. Там крошечному пациенту провели трепанацию черепа и удалили сгусток крови, который сдавливал ткани мозга. После напряженной недели ожидания мальчик стал самостоятельно дышать, есть и двигаться. Сейчас Ярослав, так зовут малютку, продолжает лечиться в Канске. С мамой его уже не разлучают, а впереди долгая реабилитация и обязательные контрольные исследования. Идем на снижение. Далее последние данные по распространению коронавируса в Красноярском крае. Сегодня даем подсказки, какой оригинальный подарок можно преподнести на Новый год. И поможет нам в этом компания «Сувенир проф». Создавайте праздничное настроение уже сейчас с помощью разноцветных 3D-светильников. Можно и в офис, и в детскую. Ну, вот такие органайзеры с вечным календарем могут стать отличным подарком учителю, боссу или своему начальнику. Для того, чтобы придать некую статусность, этому подарку можно тут нанести специальную надпись или фотографию. Кстати, фото можно нанести и на часы. Да и вообще, по желанию, здесь вам разработают и изготовят любой сувенир из дерева. Ежедневники, различные обложки на документы, магниты, значки. Но если вы собрались в гости, тогда обратите внимание на такую экологичную игрушку. Она сделана из дерева. Ее можно повесить на елку или разукрасить. Вот такой вот простор для творчества. Сам же подарок можно преподнести вот в такой посылке Деда Мороза. Все это и многое другое вы можете найти на сайте «Сувенир проф» или в отделе ТЦ «Звездный» первый этаж. 29 и 30 декабря чудесный предновогодний вечер в окружении органной музыки. Подробности на сайте crossfield.ru В Новый год с новой мебелью от КМК. Уютная, мягкая, комфортная, надежная и по выгодной цене. КМК. Всегда удобно. Ортопедические салоны «Нейрон». В наличии антиварикозный трикотаж, ортопедические подушки, стельки, детская обувь, бандажи и корсеты по доступным ценам. «Нейрон» на Ленина – 110, красноярском рабочем – 66, теперь и на «Свободном» – 32. Распродажа детских колясок в «Красбэйби». Спешите купить на караульной 88. «Техноавия» – это спецодежда и обувь высокого качества и степени защиты. Это комфорт и безопасность во время работы и активного отдыха. «Техноавия» – работа в радость. Сертификация товаров и услуг. Льготное финансирование. Консультации и обучение. Продвижение на местных и зарубежных рынках. Мое дело – мой бизнес. Мое дело – мой бизнес. 6 января – волшебное настроение в канун Рождества с Красноярским филармоническим русским оркестром. Новогодние поздравления от классики до эстрады. Подробности на сайте crossfield.ru. В торговом доме «Байчжен» новогодние скидки. Товары сюда доставляют прямиком из Китая, поэтому цены в целом ниже рыночных. Сковородка с антипригарным покрытием – за полторы тысячи. Модная тарелка – за 100 рублей. Электрическая зубная щетка – за 200. Теперь цены еще ниже. До конца года каждую пятницу скидка 25% на новогодние товары. А 25 декабря – еще и 15% вообще на весь ассортимент. Успеваете украсить дом к празднику по доступной цене. Всего в торговом доме «Байчжен» более 12 тысяч наименований самых разных товаров. От люстры техники до подушек и мыльниц. Приезжайте за подарками на Вавилова-1, строение 10 и убедитесь сами. Продолжаем выпуск. И сейчас к данным оперативного штаба. Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Край снизился и составил 0,7%. За последние сутки зарегистрированы 329 случаев. Из них в Красноярске – 79, в Норильске – 37, 22 – в Ачинске и 19 – в Лисосибирске. На лечении остаются более 4,5 тысяч жителей края. Выздоровели 450 человек, скончались 29. Юбилейный слиток. Историческое событие отметили на Богучанском алюминиевом заводе. Там произвели миллионную тонну алюминия. Этого показателя добились всего за 5 лет после начала работы предприятия. Как отпраздновали важную веху, расскажем в сюжете далее. Самый молодой алюминиевый завод России Богучанский отметил важную веху в своей истории. Получена миллионная тонна металла. Результат за 5 лет более чем выдающийся, при том, что работает производство по новейшим экологическим технологиям. Это подчеркнул и основатель компании «Русал» Олег Дерипаско, который посетил мероприятие по приглашению рабочего совета. Алюминий, произведенный на Буазе, имеет низкий углеродный след благодаря использованию энергии ГЭС. А это важное преимущество перед зарубежными конкурентами. У них нет такой возможности, как у нас, использовать гидроресурсы и в этом же месте провести электролиз. Это значит минимальное воздействие на окружающую среду, минимальное воздействие на атмосферу, на почву, на все остальное. Я имею в виду с точки зрения выбросов. Юбилейные слитки, сошедшие с линии литья в присутствии гостей, станут экспонатами будущего музея Буаз. Поздравил с миллионной плавкой Бугучанский алюминиевый завод и губернатор Красноярского края Александр Уз. Буаз действительно флагман российской металлургии. Это гордость не только Красноярского края, но и всей России. Причина этого совершенно понятна, потому что предприятие такого уровня, такой технологии в России в последние годы строилось нуля, не так и много. Торжество продолжилось награждением лучших сотрудников предприятия. Именно этот коллектив ежедневным трудом добился блестящих результатов. Я работаю на заводе пятый год и очень рада, что удостоилась такой чести получить благодарственное письмо от губернатора Красноярского края. На достигнутом останавливаться не собираются. Самое современное экологически чистое металлопроизводство страны будет наращивать мощности. Яна Макаренко, Евгения Шелковникова, Денис Тимошенко, Енисей Новости. Еще больше золота Красноярский край заключил в соглашении о социально-экономическом сотрудничестве с крупнейшей в России золотообивающей компанией «Полюс». Одно из ключевых его направлений – реализация серьезных инвестпроектов к 2025 году. На месторождении «Благодатное» построят новую фабрику. Ее запуск позволит производить гигантское количество драгоценного металла до 15 тонн в год. Это, в свою очередь, поможет увеличить отрыв Красноярского края по добыче золота других регионов. Мы ждали этого события для одобрения нашего инвестиционного проекта. Он действительно поменялся, его инвестиционная привлекательность поменялась благодаря возможности применения режима РИП. И это отличный пример для других компаний, которые рассматривают возможность инвестиций в Красноярском крае относительно того, как можно выстраивать долгосрочные отношения с местными властями. Компания «Полюс Золото» – это давнишний и стратегический партнер Красноярского края, который участвует не только в проектах такого рода, но является одним из важнейших наших налогоплательщиков, а также принимает участие в решении многих социальных задач, поддержка регбийных команд, благотворительность и многое-многое другое. Я уверен, что именно сегодняшнее решение, подписание этого соглашения даст еще новый импульс нашему сотрудничеству. Новый год через неделю, а многие уже задумываются, как встречать Рождество. Будут ли работать храмы, какие ограничения будут действовать и что делать тем, кто все же решит провести этот день дома. На эти вопросы в программе интервью сегодня отвечает митрополит Красноярский и Ачинский Пантелейман. Смотрите его сразу после этого выпуска новостей. Также Владыка рассказал, в каких условиях во время пандемии приходится работать священником. А священники посещали вот Красную Зону? Посещали по разрешению врачей, по требованию верующих их родственников. Не так это было много, чтобы сказать все активно и массу нет. Но такие возможности предоставлялись. А у священника есть возможность отказаться не пойти в Красную Зону? Как гражданин он имеет право, и никто его за это порицать не будет. Но как служитель Божий у него нет этого права. Не площадь, а сказка, новогоднее преображение мы покажем далее. Субтитры делал DimaTorzok Божий воду, гарантируя себе комфорт, но и честный труд тысяч людей. Порядок начинается с тебя. Оплачивай коммунальные услуги вовремя. Улыбайтесь, любите, танцуйте, мечтайте и будьте здоровы в новом году. Заботьтесь о себе и близких. И дарите важные подарки. Губернские аптеки. Подарки для каждого. Компания «Роснефть» начинает реализацию локомотивного проекта по освоению российского заполярья. «Восток-Ойл». Давайте команду оператору начать бурение. «Восток-Ойл». Принято. Приступаем к бурению. «Восток-Ойл» – это более 100 тысяч новых рабочих мест, 15 промысловых городков и около 7 тысяч внутри промысловых трубопроводов, 3 аэродрома, 2 морских терминала, железные дороги, 2500 мегаватт электрогенерации. «Восток-Ойл» – это 6 миллиардов тонн легкой, малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки «Брент». Это мощный генератор роста экономики России. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций. Реализация проекта даст дополнительно по 2% увеличение ВВП ежегодно. Свыше 100 миллионов тонн углеводородов в год, добываемых на месторождениях проекта, будут перевозиться танкерами ледового класса по Северному морскому пути. Эти суда уже строятся на первой в России судоверфи тяжелого гражданского судостроения «Звезда». В Красноярск приехал Дед Мороз в центр Сибири. Он прибыл не на санях, а на праздничной электричке, успев объехать все железнодорожные станции края. Ледяным посохом дедушка ударил морозцем и зажег яркими огнями привокзальную площадь. Немного сказки в материале далее. Гудит и сияет яркими огнями в Красноярск прибывает праздничная электричка с самыми главными героями Нового года. Новый год шагает по земле, одаривая всех новогодними подарками. А по Красноярской земле твердо шагает Дед Мороз. Окладистая борода, яркий румянец и самый настоящий посох. Встречает его шумная компания сказочных героев. Здесь и пушистые белые медведи, озорной Микки Маус. Со своей внучкой Дед Мороз Красноярской железной дороги уже объехал весь край и проверил, как станции готовы к Новому году. А привокзальная площадь превратилась в сказочную аллею и уже зажглась новогодними огнями. Только посмотрите, как красиво. Здесь все горит и сияет. Хочется здесь немножко подольше задержаться и уже почувствовать предвкушение праздника. Всего 24 объемных красочных фигуры. Это сказочное убранство – подарок Красноярской железной дороги всем пассажирам, которые уже оценили новогоднюю красоту. Я даже не ожидала. Раньше ставили ледовые фигуры, а сейчас вот такие необычные, светящиеся. Это скульптуры, наверное, такие, да? Ну, интересно. Вообще ярко, интересно. И каждый день увидишь. Так много красивых фигур. Они действительно создают настроение. Елочки, олени, все очень мило, красиво. Мне кажется, очень по-европейски это все выглядит. Большая площадь, но при этом она стала очень уютная. Друзья мои, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Соблюдайте правила безопасности на железной дороге. Будьте внимательны, будьте осторожны. И, конечно же, будьте счастливы. Сиять праздничными огнями, привокзальная площадь выйдет все новогодние праздники, а электричка, украшенная иллюминацией, возить и радовать пассажиров. Что сказать? Сказка, да и только. Анастасия Тилия, Алексей Овсянников, Енисей Новости. И это все сообщения к этому часу. Всего вам самого доброго и до встречи. Прогноз погоды в Красноярском крае на пятницу 25 декабря представляет оптика «Давыдов». В любую погоду каждый день – эконом-день. Цены заморожены на оправые линзы до минус 50. В оптике «Давыдов» специалисты подберут правильное решение, которое устроит вас по цене и качеству. Линзы «Хоя» с защитой от вредного синего света и «Никон» с упрочняющим покрытием от 980 рублей. А на оправы скидки 30, 40, 50%. В оптике «Давыдов» правильный сервис. В Таруханском районе на юге Таймыра и Фавенки преимущественно переменная облачность без осадков. Ночью от минус 28 до минус 50 градусов. Днем от минус 23 до минус 43. В северной группе районов Красноярского края облачность, пройдет небольшой снег. Ночная температура до минус 32 градусов. Днем от минус 24 до минус 28. В восточной части региона облачная погода. На всей территории ожидается снег. Ночью до минус 25. После полудня до минус 22 градусов. В центральных районах Красноярского края облачно, повсеместно снег. Ночью от минус 10 до минус 19 градусов. После полудня до минус 13. В западной группе облачность почти на всей территории пройдет снег. Ночью до минус 24 градусов. В светлое время суток минус 10, минус 14. На юге Красноярского края облачная погода. На части территории небольшой снег. Ночью до минус 18 градусов. Днем минус 4, минус 7. В Красноярске 25 декабря облачно. Синоптики прогнозируют небольшой снег. В темное время суток до минус 13. Днем до минус 9 градусов. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова